В предыдущем видео мы рассказали о Николае Чукмареве, советском пареньке, которого расстреляли как партизана 2 марта 1943 в окрестностях Нового Света. Также мы подробно говорили о его товарищах по конной школе Остапченко, Учаеве и Панченко. Сегодня поговорим, собственно, о школе конной жандармерии. Нам интересно, что за люди пошли служить в эту школу, каковы были их мотивы, чем они там занимались. Чукмарев, понятно, попал туда по заданию, видимо, советских подпольщиков. Остапченко, чтобы быть поближе к семье, да и троих детей надо было кормить. Перед тем, как начать рассказ, повторим вводную. Никаких сравнений или ассоциаций сегодняшней войны с той немецко-советской 1941-1945 быть не может. Тогда это была смена преступных режимов коммунистического на немецкий, а потом назад немецкого на коммунистический. Коммунистический и преступный режим устраивал голодоморы, репрессии, загонял селян колхозы, и многие украинцы встретили немцев сначала как освободителей. Сейчас это совершенно другая ситуация. Агрессор Российской Федерации вторглась на территорию независимого государства Украина, имеющего демократически выбранные органы власти. Именно потому, что это разные по природе войны, я после некоторых колебаний решила называть имена жандармов конной школы, потому что они не совершили больше проступков, чем любой коммунист или НКВДист, а скорее всего даже меньше. Если что-то за ними и было, что прошло мимо меня, то только суд мог установить меру их прегрешений, но конечно не НКВДшный сам по себе преступный суд. Таковы были исторические условия, так сложилось, такое время было у украинцев, они оказались между молотом и наковальней, между двумя сменяющимися преступными режимами. Разница только в том, что над немецкими преступниками свершился суд, а коммунисты пропетляли. И до сих пор мы их наследие выдыхиваем. И вообще, думаю, сами курсанты конной школы были бы не против, чтобы опыт их уже закончившегося жизненного пути пригодился кому-то из живущих. Так что приступаем, поинтересуемся, как была устроена конная школа жандармов, учрежденная немцами в Невропетровске в марте 1942 года. Официально конная школа называлась жандармерия Беритритшули или Шулеберита, как ее называли курсанты, не знающие немецкого. Бериттеншули переводится как конная школа. Школа конной жандармерии сначала располагалась на улице Харьковской 3, это был жандармовский участок. Целый месяц курсанты ничем особо не занимались, а помогали по хозяйству. Но там не было конюшни, и поступивших первых 10 лошадей перевели на конный двор красногвардейского пищеторга. С ними и курсантов, а через 2-3 недели туда отправили еще 20 лошадей. Пищеторг этот располагался где-то на улице Ризничной. Там курсанты сразу очистили и отремонтировали двор с постройками. А в последних числах мая 1942 школу перевели на улицу Бойкую, сейчас это Выборгская, где находился конный двор тоже какого-то пищеторга. Там была бойня, а сейчас это территория агрегатного завода. В конце декабря 1942 школу наконец перевели на улицу Орловскую 14 или 16. Это было помещение конюшни завода металлоконструкции имени Молотова, затем имени Бабушкина. Нумерация изменилась с тех пор и скорее всего это было примерно между домами 12 и 14. Это здание самое подходящее в том месте, остальные просто хаты. Видите, какой-то придурок навесил балкончик на это историческое здание. А это вид сверху. Примерно конная школа занимала этот участок, ведь там и администрация была, и конный двор, и общежитие, где-то все это разместилось. Всего в школе училось 20-30 человек. Управляли нею 5 немцев, им помогала переводчица. Один из немцев имел звание обер-вахмейстер, это типа сержант, другой гауль-вахмейстер, это старший сержант. Жандарм они только обучались, но и несли службу, получая за это неплохую зарплату в 60 марок. Одна марка 10 советских рублей. Старшина получал 70 марок, то есть 10 марок за дополнительную работу. Работали курсанты с 6 утра до 5 вечера. Потом местные шли домой, а иногородние жили при школе в общежитии. Курсанты ухаживали за лошадьми, выполняли всякие подсобные работы. Иногда они вывозили лошадей на выпас в безлежащие совхозы. Коней готовили к использованию в немецкой армии и других подразделениях немецких властей. Частенько выезжали в сельские районы, чтобы получить от старост сельских управ фураж, овес, кукурузу и другие продукты питания. Конная школа специализировалась именно на борьбе с партизанами, которые водились в 1942-43 годах в Перещепенских и Самарских лесах, мелкими группами в местах, куда трудно было добраться и имели контакт с местным населением, как сказал потом один из курсантов этой школы. Курсанты на первых порах получили обмундирование темно-зеленого цвета, немецкая солдатская форма, вот такой, наверное, окраски. А в августе 1942-го им выдали вторую пару обмундирования, выходную, защитного цвета, латышского образца. Потом форму поменяли на черную и темно-синюю. Когда обмундирование у всех было сине-черным, то Остапченко, например, носил зеленое, такое же, как у немецких солдат. Зеленая форма была и у переводчика. Но Остапченко считался одним из старшин. Он вскоре и сам проводил с молодыми жандармами строевую подготовку. Наш наблюдательный мемуарист Николай Васильевич Тесаренко описал эту форму так. Так, цвет немецкой формы был совершенно не такой, как у наших солдат, да и материал тоже. У немцев это было тонкое сукно, а у нас хлопчатобумажная ткань. Если у нас цвет формы приближался к цвету хаки, то у немцев это была форма серо-зеленого цвета. Я сразу как-то определил, что цвет нашей формы больше подходит к степным условиям. И уже когда попал в Германию, то я совсем убедился, что цвет немецкой формы был более приспособлен к лесоогородной обстановке, которая преобладала в Германии. Конец цитаты. И раз мы заговорили за форму, то помните, как в первой части мать Чукмарева рассказывала, что ее сын как-то привез домой и сложил в погребнику четыре больших тяжелых сундука, которые в ту же ночь забрали трое русскоязычных в плащах и фуражках немецкой формы. Случилось очередное чудо в моей признавчей деятельности, и я не то, что увидела этот плащ собственными глазами, а даже держала его в руках, щупала его и удивлялась немецкому качеству. Плащ на теплой подкладке, достаточно легкий для такого длинного изделия. Посмотрите на эти клапаны. В общем, хорошо снабжали немцы своих солдат. Вы думаете, советские люди этого не видели, что все немецкое качественное, а все советское сделано абы как? Давайте говорить откровенно, что это была тоже причина, почему наши курсанты вступали на службу к немцам. Там все было на высшем уровне, и видна была разница в отношении к солдатам, как их экипировали. И особо наблюдательные солдаты, которых кидали, как живое мясо, умирать за Сталина в бумажной форме, тоже это понимали. Ходить в гражданской одежде категорически запрещалось. На руке курсанты носили повязку «Бериттенер-шуцман», что означало «конный полицейский». Питались они при школе раз в сутки, и вдобавок им выдавали сухой паек, куда входили 500 грамм хлеба, 50 грамм колбасы, 50 грамм масла, 100 грамм сахара или конфет. Винтовки выдавали только во время занятий и выездов на операции. Русский карабин и 30 патронов. Оружие находилось в отдельной комнате. В школе обучали таким дисциплинам. Первое. Верховая езда под седлом и строение лошади, правила ухода за лошадьми, занятия проводил немецкий жандарм через переводчика и старшина школы. Второе. Правила конвоирования и этапирования арестованных. Третье. Как делать облавы на партизан. Четвертое. Немецкие жандармы проводили политбеседы о преступлениях коммунистического режима и доносили информацию о своих немецких порядках. Пятое. Стрельба из винтовки. Практиковались в тире на шляховке. Шестое. Задержание подозрительных лиц. Еженедельно приезжал некий лейтенант Клёг. Всех выстраивал и проводил беседы. Рассказывал, где кого задержали или расстреляли и за что. Кто были немцы при школе? Рихард Реккер. Вахмистер. Сюрприз. Есть его фото. Дальше мы его увидим. Реккер носил зеленую форму, а потом темно-синюю. Обер Вахмистер Гир. Некий Никиш. Мастер Шварц. Считался начальником школы. Он также обучал верховой езде. Занятия по верховой езде проводились ежедневно. Биндик. 55 лет. Помощник Шварца по хозяйственной части. Ротер или Рейтер. 32-35 лет. Помощник Шварца по строевой части. Теперь назовем курсантов и по возможности обозначим, как они попали в школу. Может кто-то узнает своих предков. Понятно, что все данные очень приблизительны. Как фамилии, так и имена и года рождения. Все записано было на слух. По путанным показаниям свидетелей и любые совпадения случайны. Анопка Никифор. 1914 года рождения. Из Соломянского района. Проживал в казарме. Поступил летом 42-го. Олимкин Иван. Из поселка Шевченко. Сейчас тоже массив северный. Бережной Петр. 1921-23 годов рождения. Из Днепропетровска. Но он сбежал со школы еще до лета 43-го. Беленький Николай Иванович. 1918 года рождения. Из Аполлоновки. В школе исполнял обязанности повара. Имел мотоцикл. Воробьев Владимир. Жил на поселке Крупское. Или поселке Шевченко. Гераська Владимир Сергеевич. 1916 года рождения. Гламазда из Башмачки. О нем мы говорили в ролике о Чукмареве. Грязев Иван. 1922 года рождения. Уроженец села Васильевка. Соломянского района. Проживал на поселке Шевченко. Учитель. Также отмечено, что жил он у жены лесника на квартире на Шляховке. Данилов Тимофей. Житель Днепропетровска. Дрыжд Федор Петрович. 1909 года рождения. Родом из Кишинского района Полтавской области. Образование два класса начальной школы. Рабочий. В октябре 1941 попал в плен и помещен в лагерь военнопленных. Но вскоре был освобожден и прибыл домой в Днепропетровск. В марте 1942 поступил к кону жандармерию. Сначала жандармом, потом его повысили до старшины. Ефремов Николай. Житель Днепропетровска. Александр. Кличка или фамилия Жиган. Железняк Владимир. 1927 года рождения. Калинников Юрий Вячеславович. 1923 года рождения. Днепропетровск. Проживал на Орловской, 18. Карпенко Николай Дмитриевич. 1923 года рождения. Из села Васильевка Солонянского района. Отец его Дмитрий Романович был раскулачен при советском режиме. Ковин Иван. Житель Днепропетровска. Котенко Никифор. 1905 года рождения. Из села Войсковое Солонянского района. Куров Николай Карпович. 1926 года рождения. Уроженец Днепропетровска. На Школьной жил или где-то на Шляховке, на Чечиловке. Родился в аптекарской балке. Его сестра Мария работала в этой же конной школе поваром. Кушнырёв Иван Григорьевич. 1922 года рождения. Село Юрковичи. Климовского района Орловской области. Семь классов образования. Остался в оккупации и в апреле 1943 поступил в конную школу. Житель Днепропетровска. Кныш Антон Яковлевич. 1918 года рождения. Из села Бутовичевка Солонянского района. Корнеев Виктор. Жил на Чечиловке. Лепша Иван. Поступил в марте 1942 года. Житель села Васильевка Солонянского района. Москаленко Вячеслав. 1924 года рождения. Уроженец Сумской области Недригайловского района. С 1939 проживал в Привольном. В 1940 окончил 9 классов и поступил в ФЗУ Кривого Рога. Потом работал на руднике имени Артёма Забойщика. В августе 1941 вернулся в Привольное и работал в обхозе. Потом по рекомендации старосты Скаленко пошел работать охранником ЖД моста. Отец его Москаленко Емельян Александрович из Рабочек. Участник революции 1917 года. В первые дни советской власти работал на руководящих постах. Начальником раймилиции, председателем сельсовета, мастером цеха завода «Коммунар» в Запорожье. В 1941 году отец его ушел на фронт как офицер запаса и погиб в боях за Сталинград в 1942 году. Мать его в Привольном работала учительницей начальных классов, а с 1942 года – щитоводом на маслозаводе, а потом и директором этого маслозавода. Брат его Игорь служил в Красной Армии. В марте 1942 Москаленко поступил в жандармскую школу «Берит-Рейдшуле». Носил он латышскую военную форму со знаком «два зеленых перекрещенных флажка». Домой в Привольном часто ездил на мотоцикле, который брал у Николая Беленького, мотивируя поездки или недомоганием, или просто в самоволку. Общительный, имел много друзей. Нередко приезжал в Привольный и с другими жандармами. Там хлопцы устраивали всякие посиделки. Из Привольного привозил немцам сливочное масло и другие продукты, за что ему прощали его недисциплинированность. В школе Москаленко сдружился с Чукмаревым. Они были земляки 15 километров от Соленого до Привольного. И как мы помним из предыдущего ролика, Николай даже посвящал его в свою связи с Красными. Настолько доверительным было его отношение с Вячеславом, или Славком, как его называли. Мельман или Мельман Александр, 1917 года рождения, жил в казарме, переводчик, обрусевший немец. Морозов, 1920 года рождения из Солнянского района, Огурцов, Георгий или Жорж, 1921 года рождения, невысокого роста, блондин из Днепропетровска. Летом 43-го был направлен на курсы полицейских в Верхнеднепровск. Остапченко Александр Васильевич жил на Чечеловке, о нем мы рассказывали в ролике о Чукмареве. Когда первая часть видео была уже опубликована, я нашла родных Александра, и они мне предоставили такую его фотографию. Как видим, Александр в Буденновке, наверное, это где-то 1930 год, во время службы в армии. Мы говорили, что он был женат перед войной, у него было трое малых детей, но у него еще был брат Остапченко Николай Васильевич, 1924 года рождения, он жил на Шляховке. Николай поступил в школу в мае 1942 года. Обтовец Александр, 1916 года рождения, села Войсковое. Панченко Семен Павлович из села Тритузное, о нем мы рассказывали в первой части. Пинчук или Пинчура Григорий. Перекута Виктор Михайлович, 1921 года рождения, из Днепропетровска. Пришел в школу 1 июня 1943 года, работал конюхом. Позняков Николай, 1917 или 1919 года рождения, поступил в школу в ноябре 1942 года. Покулитый Семен, Учаев Николай из Сибири, о нем мы рассказывали в первой части. Радченко Леонид, 1924 года рождения, жил на Орловской, 20, с матерью, бабушкой и младшим братом. Сечнин или Сеткин Михаил, Самойлов Александр, жил на Шляховке. Селиванов Петр, танцюра Григорий, 1916 года рождения, из Аполлоновки, Солонянского района, жил в казарме при школе. Поступил в марте 1942 года. В апреле 1943 года вместе со Стапченко, Корпенко, Аптовец, Морозовым выезжал в Запорожье для прохождения службы. Чайка Юрий Георгиевич, 1924 года рождения, иногда работал переводчиком, где-то ему было 18-19 лет, учитель, жил у бабушки на улице Бойкой. Черненко Кузьма Дмитриевич, 1906 года рождения, работал в школе кузнецом. Его устроил туда Кныш, жена которого была родом из одного села с Черненко. Черненко перед этим грозили отправкой в Германию, а в школе требовался кузнец. Шалом Юрий, 1920 года рождения, жил на Орловской. Щербец Петр Петрович, 1923 года рождения, из села Васильевка, Солонянского района. В июне 1942 года поступил в конную школу, чтобы его не отправили в Германию. Щеглов Анатолий, 1924 года рождения, жил на Чечеловке. И Якушев Николай Александрович. Такая примерно география и, как видим, значительная часть курсантов из близлежащего Солонянского района. И теперь посмотрим, что происходило в конной школе, в каких мероприятиях участвовали полицейские и куда выезжали. Их так и называли группа рекера или пост рекера. Например, мы знаем, что летом 1942 года Александр Стапченко два месяца провел на выпасе лошадей в совхозе номер 10 под Днепродзержинском. Параллельно они проводили патрулирование дорог. С ним был жандарм Кныш, недолго брат Николай и Семен Панченко, всего 6-7 человек. Около 40 лошадей они взяли из подсобного хозяйства завода ДЗМО и отдали на откорм совхоз. Летом же был выпуск из школы трех жандармов, которых направили служить жандармерию города Запорожья. Среди них был Николай Учаев, потому что обучали в школе кадры как в Днепропетровской, так и в Запорожской областей. Далее, поздней осенью 1942 или зимой 1943 в 10 часов утра в школу приехал какой-то немец, который дал указание выделить его срочно жандармов. Ему дали 6 человек, среди которых оказались Александр Остапченко, Николай Учаев, Семен Панченко и Николай Чукмарев. Жандармам поставили задание принять участие в конвоировании арестованных из городской тюрьмы города Днепропетровска на станцию Верховцево. Курсантам выдали винтовки, к ним присоединились три немецких жандарма. Верхом на лошадях и с винтовками все они прибыли к тюрьме номер один города Днепропетровска и оттуда начали выводить арестованных в количестве 100 человек. В течение дня арестованных отконвоировали пешком до станции Верховцево и сдали под охрану местной жандармерии, которая поместила арестованных в какое-то здание. Со слова арестованных это были жители Левобережной Украины. Что-то не вяжется тут, потому что пешком там 70 километров. За день не пройдешь. Где-то в марте 1943 сопровождение из Днепропетровска в Верхненепровск производили другие курсанты. Дрыжд, Огурцов, Москаленко, Анопка конвоировали в Верхненепровск 30 человек. Конвой 4 немца, 12 полицейских. Далее Попова-Боловка. В истории городов и сел Украинской ССР отмечено, что в период немецкой оккупации Попова-Боловки действовала подпольная комсомольская организация в Иныщеваче. Но в ночь на 16 марта 1942 их расстреляли на окраине Петриковки. А через год после этого печального события, 25 марта 1943, в конной школе объявили, что группа курсантов выезжает для несения службы в село Попова-Боловка Петриковского района. 9 апреля 1943 Куров, Карпенко, Чайка, Калиников и Грязевы верхом на лошадях и с винтовками выехали туда, где и пребывали до мая 1943 вместе с Рекером. Лесов в Боловке не наблюдается, но, к счастью, сохранилась каким-то чудом фотография. На этом фото, сделанном 10 апреля 1943, Попова-Боловки, Реккер сидит посередине, остальные Чайка, Грязев, Остапченко, Карпенко и Куров. Слева примастился Шульц. Нет на фото Калинникова. А это фото, наверное, того же Карпенко с Баяном. Здесь можно рассмотреть и форму жандарма. Затем весной 1943 Рейтер, старшина Дрыжды и жандарм Ровный выезжали в Криничанский район за фуражом. В Криничках они взяли какие-то вещи немецкого офицера и привезли их в жандармерию. По пути следования на станции Баглей немец Рейтер в совхозе получил продукты и фураж. Летом 1943 выезжали в село Вольное Новомосковского района на борьбу с партизанами. Кушнарек просидел там в засаде несколько дней на берегу Самары. Леса там были. Вот заметка газеты Зірка, а 27 октября 1925 года лицем до села. Тут рассказывается, что Вільне сидит в лошинце, а кругом лис. Здоровый лис, по краям мішаний, а далі сосновый, здоровый, как стена, чорный. Затишный лис и село затишное. Влитку дачи тут, а тепер так просто лис. Вільнянский лис занимал 1410. И, наконец, мы перемещаемся в центр тогдашних событий село Васильевку и ее окрестности. Васильевка насчитывала тогда 500 дворов село Большое. Лес там есть. Но что это за лес? Вот этот зеленый клаптик? На карте РКК 1941 года он тех же размеров. История городов и сел Украинской ССР рассказывает нам, что там в 1941 году действовал отряд под руководством Жученко, подобный тому, как в Солонянском это был отряд Валабуева. Ссылка вверху. Но 24 декабря 1941 года два полка дивизии СС и сотни полицейских оцепили место расположения партизанского лагеря. Партизаны вступили в бой. В неравном бою погибли аж 99 человек. И отряд, естественно, прекратил свое существование. Но некоторым удалось выйти из новомосковского леса, и они продолжили борьбу с фашистскими оккупантами подпольных организаций города и области. Часть из них перешла линию фронта и влилась в ряды Красной Армии. Жители Васильевки, автоном Родионович Горбач, Дмитрий Макарович Ялоза и Григорий Емелянович Волоконский были пойманы и расстреляны еще в конце 1941 года в саду села Васильевки. Кстати, Волоконский был даже полицейским, но помогал партизанам. То есть, так они называли отряд Жученко. Вот карта Васильевки. Там когда-то был панский сад, а теперь он зарос, и это просто лес, и в этом саду всех расстреливали. Как видим, даже советская власть признавала, что в Самарском лесу их представителей не осталось. А выжившие, я бы сказала, точнее, попрятались по городам и селам. Анатолий Джусов в своей статье про партизанский рух на Новомосковщине в 1941-1943-х роках приводит доклад Жученко, который он адресовал товарищу Зеленко, заведующему органструкторским отделом ЦК КПБУ 3 марта 1942 года, то есть по горячим следам. В этой записке Жученко пишет, что он сам и остальные ушли в сторону Синельникова. А вот начальника штаба Георгия Павлова допрашивали как свидетеля уже после войны. И он рассказал, что после разгрома с группой товарищей ушел в сторону Полтавы. Но 2 июня 1942-го товарищ Павлов внезапно появляется на рынке Новомосковска. И тут к нему подошла девушка и сказала первое приходящее на ум психически здоровому человеку ключевые слова. «Идите отсюда, вас узнают». Далее Павлов как-то пытался в районе Новомосковска Павлограда-Синельникова организовать подпольную организацию, потому что считал это своей обязанностью. Из Новомосковска он выехал в октябре 1942-го после того, как арестовали одного подпольщика, и тот умер под стражей. Имеем любопытную заметку от 19 января 1943-го в Днепропетровской газете «Цетакие собинары с педназвою у лесах Новомосковщины». Главным лесничим назначили немца, который знал, как это дело поставлено в Германии и планировал привести в порядок и Новомосковский лес, и организовать там участок для охоты. Тартак это типа лесопилки. Зачитаем отрывки из этой статьи. Сирий томавный ранок. Нерівною мокрою вулицею едемо у лесовый район Днепропетровского генерального комиссара Новомосковской округи. Головный лесничий, який майже рік займає цю посаду, радісно нас зустрічає, веде нас лісами і розповідає про свою працю та плани. Кілометрами тягнуться шпилькові ліси та властиві для цього краю листвяні. Головним чином – дубові ліси. Їдемо автомашиною через ліс і лісничий розповідає. Коли я 10 місяців тому почав тут працювати, я знайшов тут ліс, який з поглядом німецького лісничого не може навіть назвати лісом. Все росло дико, переміжку. За останні роки ліс дуже постраждав від советської грабіжницької системи. Совети за часи свого панування дозволяли рубати дерева, що мають 50-60 років. Моя лісова ділянка обіймає 30 тисяч гектарів, з яких 12 тисяч не розчищено. Охорона і піклування моїм лісом проводиться українським персоналом, який виконує свої завдання з охотою і душею, радо прийняв моє над ним керівництво. Завдяки одному з моїх лісничих важливі папери Совєцького лісового господарства залишилися незнищеними. Це заощадило мені багато дрібної роботи, бо я мусив ходити від дерева до дерева, оцінювати та перемірювати, а мав змогу користуватися старим матеріалом і старими планами. Мій лісничий помітив, що більшовики мали на меті перед своїм відступом все знищити. Тому він забрав всі книжки, інші господарські плани та карти в один віз та заховав лохому лісному закуту до того часу, поки не минула небезпека. Завдяки його розсудливому поводженню заощаджено багато часу і працю. В лісовій області Новомосковська є три сорти лісу – молодняк, низькорослі дерева і старий ліс. З деякого часу ми влаштували наш власний тартак, в якому виробляється необхідний будівельний матеріал. Маємо тут фабрику селянських бричок, виробляємо бочки, колеса та спиці. Тут були широко використана культура кошиковой лози. Зараз тут виробляється багато кошикових меблів та різних кошиків. Вот і все. Про партизан, як видимо, ні слова. Планирують охоту, наводять порядки, работает фабрика бричок, тихе життя. Но мене все-таки зацепили і не відпускали слова поліцейського ісконної школи. Там, в лесах, водились мелкі групи партизан із містних жителів, і їх було трудно поймати, так як вони действували мелкими групами в труднопроходимых местах і підтрювали связь з містним населением. Получається, що які-то осколки отряда Жученка і інші коммуністы, котрим діваться було абсолютно нікуди, прятались по лесам і байракам. Домой не пойдеш, там сразу схватят, приходилось скрываться. Тільки скрываться на терактах не було ні сил, ні возможностей. Планировать нападение на немців об этом не могло быть і речі в техусловіях. Але у кого-то ще було оружіе і вони могли відстріливаться. Наприклад, одним із тих, хто вышел із окруження місті Жученка, був архів Свечкаренко. І нам поможуть представити ту атмосферу стаття «Комендант поліції». Днепропетровська газета от 16 іюля 1942 року. У тривожні дні громадянської війни архів Свечкаренко літав верхи з села в село. Власним наганом розстріляв сотні куркулів. Жахливо ставало в селах після його нальотів. На околицях з'являлися великі горби свіжої землі, під якими лежали десятки забитих людей. Готуючись до втечі, більшовики почали організовувати на Новомосковщині бандитські загони. Архів Свечкаренко призначається комісаром бандитського загону села Губинихе. Разом з 28 бандитами сховався він у лісі, що тягнеться від Новомосковська до Павлограда. Кінець цитати. І далі описується, як поліцейський плахотін обезврежував вже в 1942-м. Еті всякі мілкі групи партизан, но Свечкаренка поки ставався неуливімим. Читаємо далі. Нарешті настав час, коли німецькі частини разом з українською поліцією пройшли хащами Новомосковського лісу і бандити порозбігалися по степах і селах. Комендант поліції одержав завдання спіймати комісара бандитського загону Свечкаренка. Комісар ховався по лісах, збираючи рештки розбитих загонів. 8 червня 1942 року комісар прийшов у Губиниху до своєї рідні, щоб налагодити старі зв'язки. Комісар сховався у погріб і на пропозицію здатись нічого не відповів. Тоді комендант Плахотін і поліцай Шаповал відкрили ляду. Комісар зараз вже кинув гранату і поранив Шаповала. Семен Плахотін відійшов у бік і приготував автомат. Тим часом Свечкаренко, кинувши ще кілька гранат, вискочив з погребу і побіг за пораненим поліцаєм. Комендант запропонував йому здатися. Нічого не відповівши, комісар кинувся тікати. Але коротка черга автомата зупинила його навіки. Ілья Вєтрав в своїй книгі «В лісах под Новомосковськом» теж пишет, що ще весною і літом 42-го хтось залишив після уничтоження отряду під командованням Жученка. Расползлися по селам і городам, пытаюся встановити зв'язь с партийной верхушкой. Отсюду ми видим, що вот такі прятавшіся, бог вість где, партизаны і подпольщики, дійсвіттєвно в цих містах ще оставались. І у них було оружіе. Ці расползшіся по городам і селам люди і доставляли немецкій власі некоторі хлопоти. Більше не скажеш. Іменно тому немці і основали ту конну школу в марте 42-го, щоб усіх цих прятавшихся виловити. Як раз перший випуск жандармської школи прийшовся на іюнь-июль 42-го і був направлен в помощь містним полицейським. Полицейські говорили, що партизаны появлялись в селах Васильівка, Капитанова, сейчас це Надеждавка, Всесвятська. Васильівку вже весною 43-го нагнали кучу силовиків, і 4 місяці там стояли всякі немецкі формування. Наша жандармська школа, місна полицейська і навіть рота власовців. А місна жительниця Кондратова Надежда Пилипівна вспоминала, що з осіню 41-го по осінь 43-го в селі знаходились немецкі війська. Їй було 13 років, тож розрізнити вона їх не могла, але пригадувала, що було багато італійців, чехів та казахів. Молоді гарні хлопці роз'їжджали по селу на конях, дуже боялися лісу, бо вважали, що там партизани. Самі не ходили і пильнували місцеве населення. Очень интересное воспоминання. Ну, уточним, що казахи – це були, скорее всего, калмыки, а немецкі війська, включая італьянців і чехів, а потом шли воєвати дальше, в селе остались полицейські. Ну, а уйти гарні молоді хлопці на конях і були нашими жандармами конной школи. І так, немці регулярно організовували облави, прочесывали лес, але поймати їм нікого не вдавалось, хоча во время облави вони стреляли во все, що шевелиться. Глядя на цей клаптик, може допустить, що обшарити такий лісок не представляє трудності. Партизанами, прятавшимися в окрестностях, называли Новака і Скудрю. Удалось выяснить, хто такий Скудря. Це був Віктор Петрович Скудря, 1905 г. рождения. Він родился в Васильевці, а отец його Петр Юрьевич Скудре був родом із Лифлянської губернии Рижского уезда Штокманская волось, вероисповіданням лютеранин. Це де-то в цих краях Штокмансгов-Плявеняс. До війни Віктор Скудря був председателем колхоза в Васильевці, а потім в Панасовці. В книге пам'яті він отмечен як рядовой. Тобто, його, видимо, призывали в ряди Красної армии, а потім якось він став партизаном. Скудря все-таки поймали, і тут дві версії. Як мені розказували про Хвартуху при німцях, то як буває, а з його слов він не винував. Коли він де там по полі йшов, а з Кудря йшов, ти повідеш, доложиш, що я вертаюся назад. Коли я прийшов в цюрми, дід Данило, рядом ми жили, там бригада була, і він у бригаді сторожем був, я постійно заходив, він ще корзини плів вночі, святу ж не було, притом, фенарі, корзини плів, сторожував бики, там коні були на бригаді. Там вже ті бригади і сідов не було, і цей дід Данило вже, я як накладач іду, то я постійно прозив гроби, дякую фотографію. То де він тих йшов по степу, від Києвні йшов, де він був головою. Я знаю, що дід Терешка розказав, що тут він був головою, у Васильівці. Що каже, що вже німці, вже десь скоро-скоро каже, ось у Васильівці, а він нясом торгує. Це що дід Терешка розказав, а як воно, що воно, де правда, де. В ліс? Данило сказав, я не дал, просто він спопросив, що ти скажи, що я йду, вертайся назад. Я сказав, щоб його прозволити. А де правда, чи я? І Данило сказав, так тоді? Ну так, Данило людям сказав, що я. Що він сказав, що скажи там... А, Данило не поліцейським сказав, просто людям. Ну не знаю, це я вже не скажу. Наверно, вже тим, чья власть була, я думаю, і так. А дідям вона нам. Так, так. Я нашла внучку Виктора Скудри, Валентину, і она рассказала нам другу історию. Сама Валентина мало что знала о дедушці. Но, как-то случайно, она встретила жительниць Панасівки. Я обожаю вот это сельское. Ты чи я? Вот так и Валентина, какими-то странными перипетиями судьбы, отправилась в Панасівку. А в автобусе ее местные бабушки спросили, ты чи я? І Валентина сказала, що Скудри. І жінки їй рассказали, як все було. По їх словам, партизаны, в тому числе Виктор Скудри, прятались по байракам, а местные носили їм еду. А у Скудри було двоє дітей, і він рішив їх проведати в Васильівці. Жена його работала в управі уборщице, і дом його був якраз напротив управи. Скудри на брычки подвезли до Капітанова. Там він сошел і байраками пошел в притул до Васильівки. Це була зима. Він рішив дождаться ночі, обустроївся як-то там. Але тут, як на грех, виїхав Данила Фарту за дровами і увидел його. Скудри попросив його, не здавай мене, я побуду дома трохи і піду. Але тот донес. Тут же поліцейські виїхали з собаками і схватили Скудри. Його жена Ганна Александровна його потім проведувала полицией. І він їй все це розказав. Скудри потім привязали к брычки, потянули в сторону Папастово. І де-то там по дороге він умер. Його могилу родные пытались найти, але так і не нашли. Фартух за все це отсидел і потім пытался объяснить односельчанам, що другого выхода із той ситуации у нього не було. В Самарському лесу однажды задержали трех мужчин партизанського вида. Але вони оказались почему-то по національності осетин і два кавказца. Їх троих доставили немецкому капитану. На допросе задержанное сказали, що їх внедрили в партизанский отряд і вони йдуть із Знаменовки. Ім, конечно, не поверили. Капитан упорно добивався признання їх причастності к партизанам, але потім позвонив в Знаменовку і йому підтвердили, що це якісь внедрені к партизанам агенти. Странна історія. Похоже, що хтось вирішив цих кавказців виручити. Весной в марте-май 43-го случилось більш серйозне событие. Был Васильевкий-лесничий. Хоча жители Васильевки считали, що це було не лесничий, а просто сторож в сарайах, де хранився уголь. Це домик лісника і зараз существує. Також там делали ободі для брычок. А Малахай Сидор там работал і считався лісником вже лет десять. Малахаю було під 50. С мулами, черними усами, бістрій походкою. Так його характеризували полицейські. Вот це містність. А вот в Васильевському музію храняться ободі, які там гнули. По версії містних, як її слышав Іван Іванович Липа, люди ходили в лес за грибами і ягодами, а одна неместна девушка пыталась проскочить с ними з лесу. Але Малахаю заметил і подав знак поліції типу моргнув. По версії поліцейських, дело було інакше. К домику Малахая в лесу прийшла неизвестна девушка і двоє мужчин і спросили його, де тут можна купити продовольствие. Так, і ось звідти вони вийшли з лесу. І попросили їх відвезти у Васильівку. З цього будиночка. Малахай сказав, що проведет їх в село, щоб там достати пропитання. Мужчины остались в лесу, а девушка пошла с Малахаем. Часов в 7 вечера Малахай привел ее в полицию, заявив командиру роты, бахману немцу в чине капитана, що в його домик пришли партизану і просить його принести їм що-то поїсть. І добавила, що девушка подозрительна, а двоє остались там в лесу і предупредили лесника, що расстреляють його, якщо він здасть девушку. На облаву к домику лесника пошли всім миром, і жандармська школа, і полицейські со всей округи і рота власовців. Сам немецкий капитан остался в селену, послал руководить операцией своего фельдфебеля. Стрелять не разрешали, ждали рассвета. Но партизаны успели скрыться в лес, кроме одного. Когда фельдфебель зашел в домик лесника, то в него кто-то выстрелил. Другая версия, что это была автоматная очередь. І тоже скрылся. Домик забросали гранатами, но никого не убили, все предполагаемые партизаны исчезли. Было очень темно, поэтому их не преследовали. Пулеметчик пытался стрелять, но пулемет попала щепкой, пулемет молчал. Оцепление пролежало еще около часа, потом дали команду отходить. Остапченко тоже участвовал в этой облаве, а также Куров, Чайка, Грязев. По одной версии, задержанную девушку отправили в Павлоград, по другой ее расстреляли в том самом Панском саду. Я так и не докопалась, была ли эксгумация, чтобы этот момент прояснить. Оставляю это для тех, кто придет после меня. В архивах, наверное, где-то хранится акт эксгумации. Но факт тот, что на Стелле нет ни одного женского имени Васильевки. И это может говорить о том, что девушку все-таки увезли в Павлоград, и ее судьба неизвестна. Что логично, потому что она была ценной свидетель. В мае 43-го полицейских вывели на облаву в хутор Капитаново, что в трех километрах от Васильевки. Но само Капитаново в семи километрах от Васильевки. Может, был там и хутор какой-то в тех местах. Участвовали в облаве Чайка, Стапченко и Карпенко. Но там тоже никого не поймали. Прочесывали близлежащие байраки два дня. Даже шла там перестрелка какая-то. И опять вроде бы был убит только один немец. Кто знает, бывало и свои стреляли в свои. И в той неразберихе такое тоже случалось. Карпенко рассказывал, о какой нервной атмосфере все это происходило. По приезду в лес нас всех выстраивали в цепь. И мы тщательно прочесывали. Но партизанов нам выловить ни одного не удавалось. Когда мы находились в селе Васильевка, Реккер каждый день нас посылал на поиски партизан. Но положительных результатов не получали. Был еще один выезд с группой Реккера на поиски партизан в Васильевский лес по тревоге. Но я в это время был дневальным по квартире, где размещалась группа Реккера, а поэтому участия в этой облаве не принимал. Со слов полицейских, которые участвовали в этой облаве, говорили, что во время облавы в них стреляли партизаны и в результате чего был убит один немец. После этого Реккер стал каждый день посылать нашу группу, в том числе и меня, на проческу леса с целью обнаружения партизан. Но каждый раз в лесу мы никого не видали. В конце июля месяца 43-го года с целью выявления партизан была организована массовая проческа леса. Проческой руководил сам капитан. Я также участвовал в этой проческе, но партизанам обнаружить не удалось. Таким образом, в массовых обходах и облавах на партизан я участвовал приблизительно четыре раза. Кроме того, что я ходил каждый день на проческу леса по заданию Реккера. Примерно в конце августа 43-го Реккер приказал мне, полицейским Калинниковой Чайке, переодеться в гражданскую одежду и на лошадях поехать в хутор Капитанова. Приехав в хутор, мы встали в одном из дворов, а Чайка поехал к другой группе немцев, которые также приехали на этот хутор вылавливать партизан. Вдруг через некоторое время я услышал выстрелы, но стрелять я не стрелял. После этого по этому же следу пошла другая группа разыскивать партизан. По этой группе партизанами были произведены выстрелы, которыми был убит унтер-офицер. После этого эта группа уехала в село Васильевку. На второй день в хутор Капитанова приехал Реккер с полицейскими. Начали производить обыски, стреляли с оружия по чердакам, но найти никого не пришлось. Конец цитаты. Также мы помним, что группа Реккера прибыла в Попово-Боловку еще 9 апреля 43-го. А летом 43-го же Александра Остапченко в числе группы 5-6 жандармов послали на борьбу с партизанами на территории Петриковского и Новомосковского районов. Старшей группы тот же немец Вахмистр Рекер. Также в группе были Куров, Карпенко, Чайка. Верхов на лошадях и с винтовками они выехали в село Попово-Боловка Петриковского района и расположились в какой-то хате. Им дали задачу проверять документы и задерживать подозрительных лиц, выявлять и арестовывать партизан. После налета в советской авиации собирали сброшенные листовки. Во главе с Рекером неоднократно выезжали на дорогу за селом, где проверяли у проходящих лиц документы. Верхов на лошадях патрулировали местность. За месяц они так никого не задержали и выехали сначала на несколько дней в Новомосковск, а затем в Васильевку. В Васильевке они заметили большое количество местных полицейских, а также добровольцев-власовцев. Им всем поставили задачу вести борьбу с партизанами, которые, вероятно, где-то там засели на московских лесах. В Васильевке они пробыли вместе с Рекером три месяца, опять же выезжали на дороге в окрестностях села для проверки документов. Однажды их посылали на облаву в 15 километрах от Васильевки. Всего около 100 человек. Сутки они там простояли, но никого так и не поймали. Задержали, правда, двух цыганок без документов, но через сутки женщин отпустили. Кузнец Черненко подслушал как-то разговор жандармов, как те рассказывали, что вроде бы встретили двоих партизан, которые не хотели сдаваться. Тогда один партизан зарезался бритвой, а другой подорвал себя гранатой. Приблизительно такую историю знают и в Васильевке. Я же рассказывал, что когда Ялоза ж там гудувал скотину Петро, и полез на горечке, чего он туда полез не знаю, а там же ті партизани три человеки. А полицеи приехали по сину. Донченко, пусть он жив вот здесь через одну хату. А Хванасенко, где я живу рядом. А это же я сказал, что патрони за хату. Он сказал, что у нас гостей показал. Они даже боялись, потому что они приехали сюда, в село. Тогда из этих мобильных не было видно, что полиция из всех сел появилась. И за полчаса, пока они успели идти до Олевского ставка, там спуст был для стекла воды, а он развалился. Ну и уже видно видно, что поховали под брили, под бетон. А когда полиция подъехала, а там баби же работали на городе. Огородная бригада там была. Там она и была, и была, и была до самого, сколько я помню. Помидоры, огурки, цебуля, перец. Там постоянно в колхозе было все. И там же женщины делали, когда они это. И женщины специально туда, чтобы они не стреляли, чтобы прикривались, думали, что они же не будут своих бить. Ну а как получилось? Так что они не сдавались. Вот стреляли, а у них, видно, мало оружия было. Кидали гранаты туда. Граната уже на взводе, уже успевал хватать назад кидать, потому что ему уже выбора не было. Ну а, в конце концов, видно, уже поразказали, что как концулив их боеприпасы, патроны, что в них был автомат, я же не знаю, что в них было. То они же сами себе постреляли. Сами себе. Не полицаи. А они сами себе. Ну, тогда, как вытягали их в тюля, то шепельцы и староставу в наш. То, говорит, документы взялся, подивися. Ногою уже от Юда. Ну, жизнь. Угу. Полицейский Куров говорил, что лично участвовал в вооруженном столкновении с партизанами два раза, причем с их стороны были потери убитыми, и эти столкновения не были связаны с облавами. А что же Славко Москаленко из Привольного? Его послали в феврале 43-го в село Маврино, сейчас часть Павлограда и самый конец Самарского леса. Москаленко носил повязку «Берита Шуцман». Старшим жандармом над ними был некий Клаус. В Маврино, по словам Славка, было хорошо и спокойно. Жандармы пели самогон, гуляли с девушками, хорошо питались. Сведения о поимке партизан не установлено. Правда, были инциденты, как везде. Вот заметка, как на Павлоградщине действовали бандиты. Група из девяти человек. То, что-то не пристает в головнике, выдают последняя фраза. Павлоградский гебицкомиссар Симмерман скликав усих старостей своей округи и официально висловил признание цей женщине за их хорошее расставление и в награду обещал ей новую хату. Будова уже началась. Корову, мебли та різные продукты. Кто поддерживает бандитов, заслуговывает на смерть. А кто активно диет при выныщивании их, завжды будет нагородженой. Из всего этого понятно, что какая-то подпольно-околопартизанская движуха в Новомосковске имела место быть в 1942-43 годах в районе новомосковских лесов. Во-первых, остатки отрядов Жученко, Павлова и Перещепинских. Во-вторых, мы не можем сбрасывать со счетов и парашютистов с разведчиками, которые в 1943-м появлялись в тех местах. Листовки сбрасывали, самолеты залетали. Это все было. В лес эти остатки прямо не совались, потому что он был под тщательным присмотром. И целому отряду партизан там действительно негде было укрыться. Ну, вовки вня. Вот это меньше доступно. Где болотистая, ольха, вода. А где оно находится? Вот тут, в сторону Почереви. И тут рыбальская сага. Такая самая местность, примерно, как там. Такая вода, топи, можно пирнуть. Ну, в зиму там можно было перезимовать? Николи. 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 Такая была какая-то. Николи, так и балака. Это, если даже кто-то задумал, а много-рапинал не обдуманного. Понимаешь? Я тебе скажу через то, что считается, что, как руководитель сказал, так и надо сделать. А воно не всегда. Ну, партизаны планировали, конечно, видно же, в разе запасов. Ну, в лесах не заховывайся, а ты же пойми правильно. А зима – это первое. А летом, допустим, можно пережить, а результат – то, что там живешь. Что-то певное. Просто охватывается, да? Нет, просто охватывается и все. А можно было там кого-то подстрелить, какого-то зайца? Была там какая-то дичина, чтобы ездить? Да, дичина была, дичина в лес. Но пострел, может быть, слышно? Ну конечно, конечно. Это раз, двое, что… Знаете, и в этом лесу облавы делается, как мы шли в кусачную машину. Это такой лес здоровый, далеко, не пролезь, не пролезь. У нас есть такие места, где можно заховывать. Что это? Да, еще так. Еще летом, как зелень, еще немного, а зимой. Видно, кто на кудись сидит. И что ты там живешь? Где ты будешь жить там, зимой? Ну да. И что ты, какую пользу даете? Ну так я тебе говорю, что это неправильно было. Даже если были такие планированные, то это пустые. И про байраки расскажите, что там не можно было тоже хаватись. Да, еще меньше. Это кусочки леса. Кусочки леса. Лес тут хоть протяженность 8-9 км. 10 ширина, то километров 50 длина. Угу. Вот это еще. А байраки там, сколько там, 15-10 гектаров леса, то и все. И все. Там с одной стороны встало, а с другой стороны пришли, они сами прийдут в руку. Ну, это мое такое мнение. А начальство решало, значит решали надо так. Итак, это все то, что я узнала на вскидку о партизанском движении на Новомосковщине. Если глубже покопаться, то еще можно было бы что-то найти. Но, собственно, партизанское движение – это не тема нашего видео. Наша тема – это жандармская школа. И мы выяснили, что да, были какие-то подпольщики, кому Чукмарев мог передавать свои сундуки. И жандармы конной школы кого-то искали в труднодоступных местах Новомосковщины. И даже кто-то в них постреливал. В связи с тем, что фронт приближался, в августе 43-го жандармы конной школы вернулись в Днепропетровск. Через несколько дней началась эвакуация. Дальнейшая судьба их приблизительно следующая. Герасико Владимир Сергеевич был призван к Днепропетровским РВК в октябре 43-го. Воинское звание – сержант. 18 августа 44-го он получил медаль за отвагу. Дрыжд Федор Петрович в августе 43-го выехал в немецкий тыл. Потом вступил в советскую армию. В боях получил тяжелое ранение. На момент ареста в 47-м году был инвалидом 3-й группы. Приговорен к 20-ти годам с конфискацией имущества типа вместо расстрела. Калинников Юрий Вячеславович в 44-м был осужден особым совещанием НКВД к 5-ти годам лишения свободы. Карпенко Николай Дмитриевич дошел с немцами до Николаева. Там попал в окружение и вступил в Красную армию. Получил орден Отечественной войны 2-й степени. Арестован в октябре 45-го и осужден на 10 лет лагерей. Куров Николай Карпович говорил, что перед отступлением немцев, то есть в августе 43-го, его направили на подавление партизан в Соленое. Но, читая архивные материалы, такого факта я не установила. Парашютисты были, но партизанам в Солонянском районе там уже точно не было где прятаться, там степи. Эвакуация немцев шла через Соленое, это другое дело. 15 сентября 43-го проездом они там переночевали, пошли на Никополь, оттуда на Новый Буг. Не доезжая до Нового Буга, становились в селе Показное, выехали по приказу в Тамаковку, Тамаковского района и остановились в Богдановке. Куров потом служил в 353-й стрелковой дивизии, пропал без вести 27-го ноября 43-го в Софиевском районе, но в феврале 44-го его уже задержал СМЕРШ в Днепропетровске во Дворце культуры на танцах. Выдал его как раз один из курсантов конной школы. В 49-м Куров был приговорен к десяти годам ИТЛ. Кушнырёв Иван Григорьевич в жандармерии прослужил два месяца, а 2 июня 43-го уже был арестован при Облавивново-Московске за то, что какого-то чёрта начал стрелять по немецкому самолёту. Просидел Кушнырёв у немцев три месяца под стражей и сбежал домой. В 47-м был арестован и получил 25 лет ИТЛ. Кныш Антон Яковлевич проживал после 43-го года в Рашиловградской области, работал на шахте, погиб во время обвала. Москалинка Вячеслав отступал с немцами через Кривой Рог, потом немцы повернули на Николаев, а он ушёл на станцию Раздельная. Пётр Щербец предложил бежать от них, и он согласился. На лошадях они поехали назад на Кривой Рог, доехали до Зелёной Балки, лошадей сдали в колхоз, а сами пешком направились домой. В селе Ульяновка Сталиндорфского района их взяли в этап и отправили на Новоподольск. Около Террасполя они бежали с этапа и 9 марта 44-го проходили через село Баканово, где их задержал патруль. Подполковник Сикорский мобилизовал их на службу в советскую армию. Москаленко впоследствии был арестован и осуждён к 20 годам каторжных работ. Отбывал срок в Норильске, но через 10 лет его освободили. Остапченко Николай Васильевич в роли 44-го был убит на фронте под Кировоградом. Что касается его брата Остапченко Александра Васильевича, то мы в первой части рассказали немного о его судьбе, но после встречи с его родными у нас есть несколько уточнений о его послевоенной биографии. Итак, Александр отступал с немцами верхом на лошадях через Солёное на Никополь, где их разместили в здании никопольской жандармерии. Там они занимались патрулированием на шоссейных дорогах, следили, чтобы не образовывались пробки и заторы и вообще за порядком. В конце декабря 43-го их перебросили в Шолохово, но оттуда Остапченко через две недели бежал и вернулся в Солёное, где и прятался до прихода советских войск. Его арестовал СМЕРШ и в феврале 44-го отправили в ряды советской армии в город Светогорск в Рашиловградской области. Там в 44-45 он проходил службу в запасном свелковом полку, а потом служил в Кенигсберге по словам его родных. Это его фото уже в форме советской армии. После демобилизации Александр работал на заводе Петровского, но в Тарамском нашлись те, кто на него донес. И тогда Александра арестовали и приговорили к 25 годам ИТЛ. Он отбывал наказание в Костроме. В 56-м году он написал прошение применить к нему амнистию и был освобожден 9 августа 56-го года. Вот его фото во время пребывания в Костроме. За это время его жена Надежда умерла, младшему сыну было 17 лет и Остапченко вернулся из Костромы в Тарамское вместе со второй женой Шурой. Вот их семейное фото. О прошлом Александр Васильевич старался не вспоминать. Это была больная для него тема. Но находились, конечно, всякие жертвы сталинской пропаганды, которые в спорах обзывали его полицаем. В редких случаях, когда заходила тема о прошлом, Александр говорил родным, что доказать свою связь с партизанами ему не удалось, потому что все те главные, кто это организовал, погибли. Работал он кочегаром в депо. Умер Александр Остапченко примерно в 1979 году. Перекута Виктор Михайлович при эвакуации сбежал и поехал домой. Чайку Юрия Калинников встречал в Новокурске Широковского района. Черненко Кузьма Дмитриевич при отступлении шел с немцами до Кривого Рога и там сбежал. Шалом Юрий служил в военно-морском флоте. Ну а теперь давайте со всем этим разбираться. Самое главное, что мы должны понимать, это то, что все должно быть натурально и называться своими именами. В противном случае это пропаганда и манипуляции. А чекисты это у них в крови все перекрутить и поставить с ног на голову. Иначе они не умеют. Так они заточены. До сих пор они эти все свои методы используют. Как-то взрыв, хлопок, война, спецоперация, сдача позиций, жест доброй воли, извещение о смерти, благодарственная письмо. В наши дни движение сопротивления на оккупированных территориях называется «Партизанская деяльность погоджена с украинскими армитцами». Центр национального спротиву – это официальная структура, работающая в рамках деятельности сил спецопераций. Местные жители помогают ДСУ ликвидировать коллаборантов, и есть конкретные плоды от этого сотрудничества. Им организуют прикрытия, выдают боеприпасы и оружие, то есть вещи называются своими именами, что вызывает доверие к украинской армии и ее структурам. Бывший руководитель партизанской ячейки в Луганской области Владимир Жемчугов объясняет, что большинство удачных операций украинские диверсанты проводят именно в координации с ССО. Сам он в 2014-2015 годах смог провести более десятка подрывов железнодорожной инфраструктуры на оккупированной территории Луганской области. По его словам, партизанское движение «Сопротивление» условно делится 60 на 40%. Большая часть – это работа спецназовцев, организованная силами спецоперации ВСУ, а 40% – это действия проукраински настроенного местного населения. Самостоятельные действия местного населения могут проявиться в том, что они по зову сердца поджигают дома коллаборантов, нападают с ножами на вооруженных российских военных. Эти действия имеют скорее эмоциональную окраску и направлены на то, чтобы запугать, продемонстрировать российским силам свое негативное отношение. Чтобы уничтожить партизанское движение, россияне устраивают массовые облавы. Я знаю много примеров, когда российские спецслужбы находили эти партизанские ячейки или их лидеров, говорит Владимир «Жемчугов». Они все оказывали вооруженное сопротивление. К сожалению, большинство из них погибли с оружием в руках, но никто из них не сдался. Чувствуете разницу? Внедренные подготовленные агенты ССО опираются на местное население. Это и есть суть партизанского движения в 20-м и 21-м веках. А что было в 1943-м? Партизаны и их руководители назначали кого? Своих партийных, управляемых, но абсолютно неподготовленных людей, председателей колхозов, инструкторов, райкомов, видео про отряд Волобуева, прослушать их специальности в других отрядах было то же самое. И эти абсолютно нетренированные люди не сумели выйти из окружения вовремя, потому что им приказали отстреливаться до конца. А некоторые из них взяли и выжили. Их судьбы остались на совести тех, кто создавал эти отряды под названием партизанские в пропагандистских целях, чтобы представить все это как народное сопротивление. Такие отряды НКВД были по всей Украине. Все они в основном прекратили существование к ноябрю 1941-го, а Жученко своих в лесу мариновал аж до самого Нового года. Проблема еще и в том, что приказали им партизане в местности, где их знала каждая собака. Практически все они на глазах у односельчан вступали сначала в истребительные отряды, а оттуда в эти НКВДшные. А когда пришли немцы, то выжившим ничего не оставалось сделать, как прятаться по чердакам, посадкам и байракам, пока большинство из них оттуда не выловили. Это была как эта смертельная игра в партизан. Другого слова тут не подберешь. В ролике об отряде Волобуева мы видели, как те, кто пытались играть еще и подпольщиков, все они погибли. Волобуев сам видел абсурд ситуации, в которую они попали. Но при нем уже над душой стоял комиссар. Волобуева так достали приказами бросаться в неравный бой, что он прямо сказал «вот комиссар вам сейчас и покажет, как бить врага». Голубу ничего не оставалось, как идти в глубокую разведку, бродить по родному району, где он работал на минутку вторым секретарем слонянского райкома партии. Всех их в итоге расстреляли. Спасться только щемель каким-то чудом. Кстати, почему чудом? Щемель – односельчанин тогда еще сельского полицейского, а потом у жандарма конной школы Семена Панченко, о котором мы рассказывали в первой части. Не он ли его и спас? Но вы скажете, неважно как организовывалась эта партизанщина, главное, что она была, хоть какое-то сопротивление немцам. На это, процитируем, вишев помянутого Анатолія Джусова. Изучив тщательно весь псевдопартизанский квест, он пришел к такому виводу. «Ознайомившись з наведеним дослідженням, учитача може виникнути достатньо логічне і закономірне запитання. Яке значення у військовому відношенні мав партизанський загінного Московщини, а звідси і висновок, чи недаремні жертви понесли партизани і мирне населення до вколишніх поселень. Намагаючись дати об'єктивну оцінку, на ці запитання, будучи цілком цивільною людиною, я надійшов бажаної відповіді. Тоді я звернувся до професійних військових. На жаль, отримані від них оцінки співпали з моїми. Партизанський загін, що базувався у обмеженому лісі, який наскрізь продивлявся і прострілювався, не мав перспективи розвитку і був проречений на загибель. Пам'ятаєте, в них навіть радіостанцію забрали, а навіщо вона смертникам? Його дії не мали будь-якого суттєвого військового значення, а політична складова достатньо сумнівна, оскільки від існування загону зазнавало значних каральних тортур мирне населення. Поспішна організація досліджуваної нами партизанщини більше відповідає прикметам антигуманної авантюри, ніж дієвій військово-політичній акції. Ті піддірвані місточки, німці навіть знехтували їх охороняти, а потім відновлювати, та порізані телефонні дротини ніяк не впливали на перебіг військових подій на фронтах, оскільки легко компенсувалися обхідними і залізничними, і автомобільними, і телефонними гілками. Тепері о доносчиках. Було б неправильно їх всіх кідати в одну корзину. Критерій жісткий і він один. Була ли угроза їх жізні – це міждународна практика. Тепері вже понятно, що у Данилу Фартуха і Сідора Малахая не було другого выхода. Васильівка, як ми виділи, була напічкана поліцейськими, жандармами і власовцями. Муха не пролетів. По воспамінанням строїла Вера Кузьмінічна. На особливому контролі був ліс, який починається одразу за річкою Самарою. Тож німці дуже пильно чатували всі під'їзди до річки, а самі близько не підходили. Колись піддалася вмовленням подруг сходити за грибами до Левади з боку села. Буцьмто вони знали стежку через чагарники терену, і німці їх не помітять. Німці справді не помітили, але довелося більше чотирьох годин пролежати у тому терені. Хто-то мог і що, увідіть Скудрю і крімі Фартуха, і тогда би унічтожили й Данілу у місті з Оскудрією. Поміті фразу Надєжди Кондратова, що поліцейські пыльнувал імі з севе на селені. Там три мента над кожним і два з них стучат. А Малахай? Откуде він знав, що ті троє, що вийшли з лесу, не подосланні агенті поліції, щоб проверити його навшивість? Фартух і Малахай попали в ситуацію, коли, якщо промолчиш, то тебе самому крышка. Ви сами, дорогі слухачіли, готові спасти свого соседа цінує свою собствену життя? То-то ж. тепер послушу внимательно Юрія Івановича Михайлова, храїзнавця з Васильівки. Мала баба Таня моя. Вона із 906 року. В неї сестра була Марія. Трішки старша від неї. Ну, навіть не трішки, а значно старша. І вона працювала на партизанів. Готувала їм хліб, передавала. В якому царо це ввела? Ну, це 41-й. Так, бабушка казала як. І що перед облавою поліцеї ішли перед і каже у віконце так. Тук-тук-тук-тук. І ми знаємо, що зараз буде трус. Тобто попереджували. І люди були, як люди. І навіть розповідають, що Микола Чабаненко, що зв'язківцем був, що його перед арештом попередили. Він був у школі, навчався. До нього прийшли поліцеї. Кляті нехороші. І попередили. Микола втікав. Зараз тебе прийдуть арештовувати. Ну, він вирішив не втікати і таким чином він загинув. Так що тут так же саме, от я говорив, що баба Вера Карпенчиха розповідала, що говорить, що німці, ну, німці, навіть усі німці, румуїни, там, італіянці, німці. Каже, вони нормальні були. Ну, їх вирвали із сімей, заставили воювати, хто знав що. А що про тих Ольгінських? Ви навіть прізвища якісь називали, хто там? Ну, це Ялоза. О, про Ялозу ви хотіли. Артизан. Що він, німці, вони прийшли, він пас скотину у степу. Вони в його вкрали тилицю. Артизани вкрали. І що вкрали тилицю і, ну, як? Якби він не сказав, що там якісь люди, то його б німці розстріляли. А так він сказав, що бачив якихось людей. Ну, німці туди облавою пішли. Невідомо, хто. Ну, в результаті він залишився зрадником. Його зіслали. Я не повернувся. І там складна така ситуація, що його дружина залишилася із дітьми. Руки були такі голодні. І вона із степу принесла сім качанів. І отримала сім років. Коли вона повернулася, то хата завалилася. Діти були по приютах. І це ж дуже моя бабулька розповідала. Говорить, що коли вже відступали. Це 43-й рік. Говорить, ну, есесовці палили. Палили хати. А у нас на подвір'я зупинилися німці. Я ж суетюся з хатою витягую то одіяло, то та саме. Матка, ти, мол, не хвилюйся. Ніхто палить не буде. Поки ми тут будемо, ніхто сюди не каже. Ми утром підемо. Ти тільки найди моє коню сіна. Моє. Каже, це ж мою матушку взяв на коліна. Плаче. Показує фотографії. Моє сем'я. Дав шоколад. Тупо. А наче... Ну як. Тепер о тех, хто здали Александра Остапченко в Тарамском. Их жизни нічого не угрожало. Просто они видели, как Александр приїжджає домой в жандармській формі. Ну так і Чукмарєв приїжджав в соленій в жандармській формі. А потім друг оказався подпольщиком. І Дмитрий Яло заносив форму полицейського. А скільки таких було? Ладно, якби тот тарамчанин здал Остапченко американському суду, самому справедливому суду в мире, який би скрупулізно во всім разобрався, с вызовом всіх необхідних свидетелей. Але тот тарамчанин, не имея угрозы своей жизни, здал Остапченко преступному НКВДшному суду і даже вообще не суду, а судилищу. І прожив свою жизнь в почоті і припіваючи. Таким образом, ми рассмотрели две противоборствуючі силы. С одной стороны, советські граждане, які волею судеб стали полицейскими. Ім прийшлось, як ми виділи, поступити в жандармську школу, тому що треба було дето роботи, сімі кормити, в условіях постоянно нависаючої угрозы угона в Германию. А конна школа зберігала непліхі услові. Ти учився скакати на лошади, хороший паёк і все таке качественне, як немецкий порядок. Кстати, о пайке. Наші українські военнопленні говорять, що рашисты їм не давали в плену сахар, і через время у них падав уровень глюкозы, і начинала кружиться голова. А ви помните сухой паёк в конной школе? В нього обязательно входили сахар или конфеты, в чём чувствуется забота о персоналі, который работал на немців. Опять же, в школі було чему поучиться, толкові преподавателі. Причём, многие з курсантів були з семи репресірованних, і любити советську власть їм було не за що. С другой стороны, этого противостоянина ходили советські граждані, які случайно выжили после того, як їм строго-настрого поручили погибнути, але главное, щоб як партизан. Такі були прятатися рядом с селами, де їх всі знали як облупленних, як активних сторонників советської власть. В советських книгах і кино це не показано. Там все такі подпольщики браві, грозні, знають, що роблять, як на цій картинці. Але вспомнім, опять же, незабвідний отряд Волобуєва. Дрозд имел смелость сказати правду, що все ці неудачі з Бобенко і Голубем привели бойців в глубокое уныние. Пускай людей невооруженими немцем в тыл їх лишили возможности дорого продать свою жизнь, а тот факт, що нікоторі члени серебітельного батальйону, прекрасно знающі всіх членів групи в лицо, сотруднішають з немцами, вызвало некоторе замішательство. Т.е. я уверена, що багато із бывших новомосковських партизан теж впали в глубокое уныние, коли поняли, що їм приходиться умирати так тупо. Опять же, Волобуеву Хватило ума распустити отряд в ноябре 41-го, коли ще все були живы, кроме тех, хто ходил в нелепую глубокую разведку на території, занятую немцами. А може Фартуха говорил правду? Може Скудря шел в Васильевку в глубокой депресії? В настроении будь, что будет, потому что вся эта игра подпольщикам ему уже осточертела, потому что будь Скудря подготовленным подпольщиком, то после встречи с односельчанином ему по всем правилам нужно было срочно покидать это место, текать, куда глаза глядят. Но мне кажется, что именно от усталости и упадка морального духа Виктор Петрович остался. Такое чувство, что ему уже было все равно, что с ним будет. Может у него уже и сил не было сидеть зимой в тех байраках, может быть он даже был болен, кто знает. И наконец, да, уже мы подходим к концу, период послевоенный. Полицейские искупили свою вину перед советским режимом, подчеркиваем, перед советским режимом. Полицейские честно отпахали в лагерях, и те, кто там не погиб, они вернулись домой, и бывало какой-нибудь идиот шпынял им глаза при каждом удобном случае, что он бывший полицай. Как это было, например, с Василием Коваленко и с другой Васильевки Софиевского района, ссылка вверху. Про Александра Остапченко и его родные рассказывали, что он всю жизнь нес в себе эту боль. Однажды уже после лагерей, когда он работал кочегаром в депо, кто с кем-то поспорил по работе, и коллега в отместку даже заявление на него накатал, вспоминая прошлые его грехи, за которые он уже понес наказание от советской власти. Фартук с Малахаем тоже отсидели в лагерях и вернулись домой. А что же героические советские партизаны и подпольщики? Сделали ли они НКВД и коммунистической партии предъяву за погибших товарищей? Упрекнули хотя бы в том, что их неподготовленных кинули на верную смерть? Вряд ли. За это же можно было и лагеря уходить и валить лес плечом к плечу с полицейскими ядоносчиками. Выжившие партизаны доблестно промолчали. А чтобы им было легче держать язык за зубами и придумали этот бум партизанщины в 60-х годах, чтобы те выжившие типа подпольщики из тех, кто я осознавал, что происходило на самом деле, много не болтали. Опять же, наш верный поставщик информации отряд Волобуева. Справдивые показания в 60-х годах некоторых участников этого отряда, где они рассказывали об обстановке в отряде, на свет боже упаси не выносилось и все это осталось пылиться в партийных архивах, пока я туда не приперлась. Выжившим и родственникам погибших дали льготы, подачки всякие, их именами назвали улицы и за все это герои-партизаны своим молчанием и покорностью помогли советскому режиму скрыть их преступления. Так что в нашем рассказе нет ни героев, ни предателей. Все это были советские люди, ставшие заложниками той ситуации, которая сложилась в Украине в 1941-1943 годах.